Основное направление в работе администрации Прикубанского сельского поселения – повышение качества жизни населения, создание для жителей максимально комфортных условий. Насколько это удается сделать? Чтобы получить ответ на этот вопрос, мы побывали на открытой сессии Совета поселения. Каждый, кто въезжает на территорию нашего муниципалитета со стороны Крымска, видит прежде всего Прикубанское сельское поселение. Его население 2356 человек. Для них эта малая родина – самое лучшее место. И стало оно таким благодаря объединенным усилиям как жителей, так и руководства поселения. В своем отчетном докладе глава Прикубанского сельского поселения Александр Бельдиев рассказал о том, что было сделано в 2022 году. Одно из самых красивых и удобных для жителей сельских поселений края, несмотря на все сложности, сумело сохранить набранные темпы развития. В приоритете дороги. Дорожный фонд поселения составил более 7 миллионов 600 тысяч рублей. В рамках целевой программы по развитию сети автомобильных дорог освоено 4 миллиона 105 тысяч рублей. В том числе из бюджета. Краевой – 3 миллиона 900 тысяч рублей, местный – 365 тысяч рублей. На эти средства выполнен первый этап капитального ремонта участка автомобильной дороги на территории МТФ-2 от дома номер 8 до дороги на СНД Приозовец протяженностью 157 метров. Проведен ремонт тротуаров по улицам, речная, Сухомской дивизии и на территории МТФ-1 общей протяженностью 463 метров. Предведен щебень на сумму 1 миллион 340 тысяч рублей на ремонт дорог с щебеночным покрытием по улицам с последующим эридированием общей протяженностью более 9 километров. О благоустройстве здесь заботятся постоянно, понимая, что для хуторян очень важно, в каких условиях они проживают. Выполнен текущий ремонт уличного освещения с заменой лампной на разберегающей светодиодной по улицам Победы, Набережная, Мира, территории МТФ-1 и МТФ-2. Затраты на благоустройство составили 1 миллион рублей. Вопросы благоустройства территории рассматриваются и обсуждаются с участием жителей поселения на сходах граждан. С учетом обращений жителей приобретено и установлено игровое оборудование для детских площадок на улице Кубанская, территории МТФ-8 на территории МТФ-2. За год были обустроены 5 контейнерных площадок в соответствии с требованиями санитарных норм и правил. Приобретены мусорные контейнеры, в том числе и для раздельного сбора твердых коммунальных отходов. На территории мемориального комплекса воинам 41-й стрелковой сухумской дивизии высажены декоративные кустарники и туи. Приоритетным здесь считают все, что связано с молодежью, с организацией ее досуга, спортивными занятиями и состязаниями. Глава Славянского района Роман Синеговский сказал, что перед администрацией поселения стоят большие задачи, которые не ограничиваются наведением порядка и нормальной работой жилищно-коммунального хозяйства. И в целом, благодаря слаженной работе, здесь справляются с намеченным. Также он рассказал, что сделано в районе за год. Сфера образования в центре внимания. У нас в районе становится все больше многодетных семей. На сегодня их 1815. Поэтому детские сады очень востребованы. В районном центре, вот видите фотографию, строится рядом с новой школой, современный садик на 320 мест. В поселке Забойском капитально отремонтирована дополнительная группа на 20 мест. Добавлю, что в планах у нас строительство пристройки на 60 мест в садику Хударь-Сербин и школа Станицы Петровской. Работы по проектированию уже ведутся. Дополнительный учебный корпус на 100 мест появился в городской школе номер 5. Сделан капитальный ремонт. И самое главное, что ребята на сегодняшний день пошли учиться в школу в одну смену. В 18 школах и садиках отремонтированы кровли. В школе номер 20 поселка Забойского входная группа. В 4 сельских школах сделан капитальный ремонт пищеблоков. Происходящие к лучшему изменения очевидны для всех. Особенно для тех, кто давно не был в нашем муниципалитете. Это результат большого общего труда. Город изменился, и сельские населенные пункты изменились. Но хотелось бы, конечно, мы работаем для того, чтобы было еще лучше. Было еще лучше. Слава Богу, я вспоминаю, за 10 лет мы тоже где-то немножко гордимся. Мы вывели на безубыточную работу все предприятия ЖКХ. Много хорошего удалось сделать за 2022 год на уровне всего района в плане его социально-экономического развития. Все, что делается, полезно для всех жителей муниципалитета. Затем собравшиеся в зале задали ряд вопросов, которые их беспокоят. Это состояние дамбы, работы по водоотведению, снабжение лекарствами. Все озвученные вопросы взяты на контроль. Проблемы еще есть, но они постепенно решаются. Радует взаимодействие местной власти и общественности. Жители довольны тем, как идут дела в сельском поселении. Благоустраивается у нас территория поселения и спортивная площадка. Новые уличные тренажеры установлены не только на спортивной площадке, по всему хутору. Также дороги обновляются и освещение на территории хутора у нас с каждым годом процветает, процветает наш малый край. Мы очень рады и также совместно с нашим главой движемся дальше. Планы у нас большие, масштабные. Надеемся, что наш хутор не будет отличаться от города. Сделали ремонт, крышу сделали. Это же все равно какое-то движение идет. Также и дороги делаются. И многое, что на хуторе делается. Я думаю, что хутор перспективный. Мы верим, что у нашего хутора есть будущее. Я думаю, что все будет хорошо. Кто приезжает на хутор, видит, что хутор меняется. И меняется всегда в лучшую сторону. В школе у нас, например, нет столовой, нам возят питание. Но у нас есть буфет розаточная, которая была не в самом лучшем состоянии. Сейчас у нас красивый ремонт. Дети наслаждаются красивыми видами, можно сказать. Также за ДК, в котором мы сейчас стоим, здесь поменяли зал, полностью отремонтировали. Красивые кресла. У нас всегда есть новые улицы, где стелятся дороги, где всегда электричество добавляется. То есть у нас были неосвещенные улицы, особенно на дачах. Сейчас этих освещенных улиц становится больше. Радует это вечером, особенно, когда ты идешь со школы поздно, возвращаешься не по темным улицам. Также очень радует все-таки работа нашей администрации, потому что работа есть. Если чем-то недовольные жители с просьбами или с предложениями придут в администрацию, нам всегда ответят очень культурно и, самое главное, очень результативно. Депутатами совета и жителями работа главы администрации прикубанского сельского поселения признана удовлетворительной. Здесь не будут останавливаться на достигнутом. Работы по повышению комфортности для жителей будут продолжены. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин. Программа События.